Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. Я уже рассказывал вот об этом 18 вольтовом шуруповерке, у которого из строя вышли никель-кадмиевые аккумуляторы. Этот шуруповерт опередил на питание от сети 220 вольт. Конечно все замечательно, шуруповерт стал можно сказать вечным, но он потерял свое главное преимущество это мобильность. Таскаться с таким трансформатором весьма и весьма неудобно. А еще электросеть есть не везде. Какой же есть выход? Нет, не купить новые никель-кадмиевые аккумуляторы, а перевести этот шуруповерт на литиевые аккумуляторы. Чтобы было понятно, как перевести шуруповерт на литиевые аккумуляторы, начну я с теории. На рисунке показана схема классического аккумуляторного шуруповерта на никель-кадмиевых аккумуляторах. Электрическая энергии сети запасается в аккумуляторной батареи шуруповерта, а затем превращается в механическую энергию вращения электродвигателя шуруповерта. В общем-то все просто. При замене никель-кадмиевых аккумуляторов на литиевые аккумуляторы схему шуруповерта немного изменится и усложнится. Помимо новых литиевых аккумуляторов в схеме шуруповерта появился новый элемент. Это плата БМС, плата защиты и балансировки литиевых аккумуляторов. О плате защиты и балансировки ее подключению к литиевым аккумуляторам будет рассказано далее. По желанию как опция может быть установлен индикатор заряда литиевой аккумуляторной батареи. Если устанавливаете индикатор заряда литиевой аккумуляторной батареи, не забывайте установить кнопку без фиксации для включения индикатора заряда, иначе индикатор заряда разрядит аккумуляторы. Также потребуется новое зарядное устройство для литиевых аккумуляторов, так как зарядное устройство от никель-кадновых аккумуляторов для заряда литиевых аккумуляторов не подходит. Со схемой шуруповерта на литиевых аккумуляторах разобрались. Теперь надо перейти к вопросу, как выбрать необходимые комплектующие для переделки шуруповерта на литиевые аккумуляторы. Первым делом надо определиться с необходимым количеством литиевых аккумуляторов. Зная рабочее напряжение шуруповерта, по таблице выбирается необходимое количество литиевых аккумуляторов. После того, как определено необходимое количество литиевых аккумуляторов, выбирается плата защиты и балансировки, а также зарядное устройство для литиевых аккумуляторов. Пару слов надо сказать о самих литиевых аккумуляторах. Для электроинструмента нужно использовать только специальные литиевые аккумуляторы типа 18650 с большой отдачей тока. Рекомендую применять литиевые аккумуляторы типа 18650 с током отдачи 30 ампер и емкостью 3000 миллиампер часов. Литиевые аккумуляторы типа 18650 бывают в виде отдельных банок, в виде банок, в котором уже приварены точные сварки металлические лепестки под пайку, а также в виде готовых сборок аккумуляторов. Если собираетесь соединять литиевые аккумуляторы с помощью пайки, то лучше выбрать литиевые аккумуляторы с лепестками под пайку или уже готовые сборки литиевых аккумуляторов под необходимое количество банок. А если собираетесь соединять литиевые аккумуляторы типа 18650 с помощью точной сварки и никелеевой ленты, то выбирайте литиевые аккумуляторы в виде отдельных банок. Как уже было сказано, зарядное устройство выбирается в зависимости от количества литиевых аккумуляторов. В таблице показано количество литиевых аккумуляторов и максимальное выходное напряжение зарядного устройства для этого количества аккумуляторов. Еще один момент, который надо осветить про зарядное устройство для литиевых аккумуляторов. Это ток зарядного устройства. Для литиевых аккумуляторов в емкости до 3000 мАч выбираем зарядное устройство с выходным током 1 А. А для литиевых аккумуляторов от 3000 мАч и выше можно выбирать зарядное устройство с выходным током 2 ампера. Также еще потребуется гнездо 5,5 на 2,1 для подключения зарядного устройства. Назначение платы БМС, название которой переводится на русский язык как «Система управления батареей» это защита литийных аккумуляторов от короткого замыкания в нагрузке, переразряда, а также выравнивание напряжения на литийных аккумуляторах во время заряда. Платы БМС бывают с функцией только защиты и бывают с функцией защиты и балансировки. Для шуруповерта нужно использовать плату с функцией защиты и балансировки. Подключение платы БМС рассмотрю на примере универсальной платы, которая имеет функцию защиты и балансировки. К этой плате можно подключить от 3 до 5 литийных аккумуляторов. На рисунке показано подключение 5 литийных аккумуляторов к универсальной плате БМС. При таком подключении максимальный ток нагрузки составляет 60 А. Если изменить подключение нагрузки к универсальной плате БМС, тогда максимальный ток нагрузки составит 100 А. Именно так подключу универсальную плату БМС при переделке шуруповерта на литийные аккумуляторы. Как уже говорил, данная плата БМС универсальная, которой можно подключить от 3 до 5 литийных аккумуляторов. На рисунке показано подключение 3 литийных аккумуляторов к данной плате. Обратите внимание на установку перемычек на плате. Для подключения 4 литийных аккумуляторов также надо правильно установить перемычки на универсальной плате БМС. Вообще данную универсальную плату БМС лучше использовать для подключения 5 литийных аккумуляторов. Если используются 3 или 4 литийных аккумулятора, то лучше использовать специализированные платы БМС, предназначенные для подключения соответственно 3 или 4 литийных аккумуляторов. Это выйдет дешевле и не надо устанавливать перемычки. Схемы подключения этих плат можно всегда узнать у продавца этих плат. Теоретическая часть закончена. Теперь практическая часть. Для переделки 18-ти вольтового шуруповерта мне потребуются литиевые аккумуляторы типа 18650 в количестве 5 штук. Это специальные аккумуляторы для электрумента емкостью 3000 мАч и допустимым током разряда 30 А. Чтобы не перегревать аккумулятор во время пайки я приобрел уже готовую сборку аккумуляторов 18650. Плата защиты и балансировки для 5-ти литиевых аккумуляторов. Специальное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов с выходным напряжением 21 В и выходным током 2 А. Гнездо для подключения зарядного устройства. Все комплектующие есть. Теперь можно приступать непосредственно к работе по переделке шуруповерта на литиевые аккумуляторы. Внутри батареи шуруповерта находились 15 никель-кадровых аккумуляторов. Каждый элемент имел емкость 1200 мАч. Теперь в батарее размещается плата балансировки и литиевые аккумуляторы. Плату балансировки я закрепил на основании из диэлектрика, чтобы не было замыкания дорожек платы балансировки с аккумуляторами. Электромонтаж закончен, теперь можно переходить к испытаниям. Батарею ставлю на зарядку. Зарядное устройство для литиевого аккумулятора имеет индикатор, когда он светится красным цветом идет зарядка, а когда он светится зеленым цветом зарядка окончена. Каким шуруповертом удобнее работать? С питанием от сети или с питанием от аккумулятора? По моему мнению все-таки удобнее шуруповерт с питанием от аккумулятора. Внутри корпуса аккумулятора шуруповерта спереди расположите неодимый магнит. Это позволит удерживать шурупы при работе с шуруповертом. Ну вот и все, шуруповерт полностью готов к использованию. Всем вам желаю всех благ, друзья, и до новых встреч! Всем пока! На моем сайте инженер Павлов Ру есть статья по переводу шуруповерта на литиевые аккумуляторы. В этой статье подробно рассмотрены вопросы по переделке шуруповерта на литиевые аккумуляторы. Также в статье приведены уже готовые наборы необходимых компонентов для переделки 12, 14 и 18 вольтовых шуруповертов на литиевые аккумуляторы. Ссылка на статью в описании к видео. Ссылка на статью в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Ссылка на статью в описании к видео. Ссылка на статью в описании к видео. Продолжение следует...